Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Очень важно, чтобы вы посмотрели именно этот ролик. Посмотрите его внимательно. Я постараюсь доказать вам, что биткоин это отличная инвестиция. А также я постараюсь привести все необходимые для этого доказательства. Кроме этого, я хочу сказать, что в этом году я ожидаю мощных скачков цен в боковом тренде. А в конце 2019 я ожидаю начала буллрана, который продлится 3 года с возможным параболическим ростом в 2021 году. Итак, то, что я хочу вам дать, это та информация, которую вам нужно будет запомнить. По моему мнению, сейчас нельзя продавать. Время продавать уже прошло. Сейчас наступило время покупки, холда или накопления. Но не забывайте, что это мое мнение, а не финансовый совет. Лично сейчас я накапливаю активы. Для подкрепления своих идей я покажу вам чужую работу. Это эксперт своего дела. Его зовут Боб Лукас. Он является профессиональным трейдером уже более 25 лет. Информация, изложенная в этом видео, слишком хороша, чтобы пройти мимо нее. Поэтому ссылку на это видео я оставляю в описании. Если вы хотите, можете посмотреть его полностью. Правда, оно на английском языке, но надеюсь, вы что-то поймете. Ладно, давайте начнем. Посмотрим интро, а потом я кратко подведу вас к выводам, озвученным его работе. И буду включать некоторые фрагменты из его видео. Начнем с того, как работает рынок. Он построен на циклах. Есть большие циклы, а есть маленькие циклы. И можно найти даже циклы в циклах. Это такая матрешка. А сейчас давайте сфокусируемся на 4-х летних циклах биткоина. Возможно, вы не знали, но сейчас мы заканчиваем очередной 4-х летний цикл. И на подходе следующий. И чтобы иметь полную картину того, что может произойти в течение этого цикла, нам следует обратиться к прошлым циклам. Что же произошло тогда? Таких циклов на данный момент было всего 2. Первый начался в 2011 году и закончился в 2014. А второй стартовал в 2015. Мы не можем анализировать информацию до 2011. Потому что, как вы знаете, анализировать 2009 или 2010 годы сложно. Потому что в то время не было высокой активности. И отсутствует достоверная история цены биткоина. В то время у биткоина не было вообще цены как таковой. Это было просто чем-то вроде коллекционного предмета для задротов. Начиная с 2011 года, уже можно было увидеть больше участников. Начали развиваться биржи, особенно запомнившаяся это MTGOX. А также можно было начать анализировать ценовые данные. Итак, давайте перейдем к 4-х летним циклам биткоина. На что я хочу обратить ваше внимание. Это то, что в каждом цикле биткоин будет расти от 70 до 75% всего времени. Это не значит, что он будет расти на 70%. Это значит, что 70% всего цикла биткоин пребывал в восходящем тренде. А в течение 30-25% остального времени он будет падать. И основное движение в цикле происходит в правой его части. Что означает, что максимальная цена достигается не в середине цикла, а немного правее. Получается, что в течение первых 3-х лет цикла биткоин растет. А в течение последнего года он идет на спад. Перейдем к первому циклу. Он начинается в 2011 году и длится до конца 2014. В общей сложности данный цикл состоит из 201 недели и около 142 недель, что примерно равно 3 годам, тренд был восходящим. В последние несколько месяцев был параболический рост и в общей сложности 70% времени биткоин рос. А значит, находился в восходящем тренде. А затем в течение 30% времени или 59 недель он падал в нисходящем тренде. Перейдем ко второму циклу. Он начинается в 2015 году. И хотя многие люди считают, что 2015 год или как минимум его начало было продолжением медвежьего рынка, на самом деле это был старт нового цикла. И как вы видите, начинался он с бокового тренда. Было много скачкообразных движений внутри этого боковика, и я уверен, что в это время, как и сейчас, на рынке царила неуверенность, безнадежность. Но многие в течение этого времени занимались накоплением. Зато было достаточно много людей, которые в то время продавали, и умные деньги покупали все это. После этого, через несколько месяцев, мы начинаем наблюдать за увеличением цены. Эта тенденция продлилась 152 недели в течение 75% четырехлетнего цикла. А рост окончился, как вы помните, в конце 2017-го, когда биткоин параболическим ростом достиг отметки почти в 20 тысяч долларов. Вы должны заметить, что так же, как и в первом цикле, восходящий тренд приходился на 75% всего времени, а нисходящий тренд на 25%. Вот где мы сейчас находимся. Идет 50-я неделя нисходящего тренда. Это очень напоминает 59-недельное снижение первого цикла. Я не хочу сказать, что сейчас цена не пойдет ниже, или начнет свое движение вверх. Лично я считаю, что у нас все еще огромные шансы сходить ниже 3000 долларов за биткоин. Но суть всего этого заключается в том, что все, что мы видим на рынке, это нормально. И мы с высокой долей вероятности почти достигли дна. Что же это значит для нас? Что это значит для инвесторов? Если сейчас на панике вы продаете, вы будете еще очень долго сожалеть об этом. Люди, продавшие все, что у них было после долгого хранения, сожалеют о содеянном. Потому что они наблюдают за тем, как их актив теряет 50%, 90% в цене. А затем видят цену, которая на 100% больше той цены, по которой они продавали. В такой ситуации человеку будет очень сложно перебороть себя и вернуть свои позиции. И это выглядело очень грустно, потому что многие из тех, кто продал все, начинали входить на развивающиеся стадии бычьего рынка. Просто потому, что они не могли жить с чувством упущенной выгоды. Когда все вокруг твердили о том, сколько денег они заработали. Ладно, раз сейчас мы находимся на старте нового 4-летнего цикла, я дам слово Бобу. Чтобы он объяснил, что нас может ожидать. Ну, точнее, я переведу его слова просто-напросто. Поехали. А если вы хотите купить или продать биткоин, это можно сделать с помощью моего мониторинга обменников ExchangeSumo.com. Огромный выбор криптовалют, выгодные курсы и, конечно же, система кэшбэка. Все это по ссылке в описании. Давайте взглянем, что потенциально может произойти в будущем. Для этого мне понадобится инструмент для рисования, с помощью которого я нарисую период в 150 недель. Окей, получилось 145. Так и оставим. Теперь отразим эти 145 недель в синей фигуре. Я снова нарисую период, но уже равный 55 неделям. Он будет отражать нисходящий тренд. В общем, получается где-то 200 или 210 недель, если все правильно. Поэтому я просто оставлю все как есть. Теперь я попытаюсь показать вам, что будет, если мы повторим данный сценарий, отразим минимум на ближайших неделях или в феврале. Когда вы смотрите на всю картину в целом, все это, кажется, не имеет никакого смысла. Но сейчас нам интересен именно данный зимний период. Сейчас цена должна болтаться примерно на этом уровне, где-то в течение полугода. И только потом она начнет выходить из этого диапазона. Именно здесь будет зарождаться начало тестирования уровня в 20 тысяч долларов. Затем нас будет ждать очередной боковик, но уже на уровне предыдущего максимума, в 20 тысяч долларов, прежде чем новая волна внимания привлечется на рынок. Таким образом, основные колебания будут происходить в диапазоне от 5 тысяч до 7 тысяч долларов. Линии сопротивления будут становиться линиями поддержки, до того момента, когда людей уже не будут интересовать все эти колебания. Люди распределят свои средства в ICO, у кого-то они вообще закончатся, а кто-то покинет этот рынок и полностью продаст все, что было. Хорошие проекты продолжат свое существование, но в целом это будет период чистки рынка, его очищения от последних признаков медвежьего рынка. Это будет свидетельствовать о начале бычьих проявлений на рынке. Тогда начнут свое накопление новые институциональные и опытные инвесторы. Далее, когда цена будет находиться выше 7 тысяч долларов, начнется новая волна внимания со стороны средств массовой информации, пока цена не достигнет уровня 20 тысяч долларов. Знаете, если вы посмотрите на прошлые графики, посмотрите на это движение, а затем на движение здесь, которое выглядит идентично, то поймете, что когда цена достигает предыдущего максимума, то она начинает расти еще быстрее, достигая параболического роста. Передвину график повыше и соединю. Цена в данном случае является чем-то произвольным. Я могу остановиться на 80 тысяч, я могу продолжить график до 300 тысяч. Я не пытаюсь предсказать цену биткоина. Я только хочу сказать, что при подходе, основанном на времени, с наибольшей вероятностью мы увидим еще один 4-летний цикл с высокой активностью во второй его половине, который будет идти вверх. В таком случае я бы предполагал увидеть цену в районе между 100 тысячами и 200 тысячами долларов, основываясь на точках пробоя предыдущих бычьих рынков. Таким образом, от прошлых максимальных значений это будет увеличение в 10 раз. Получается, увеличение с 20 тысяч долларов в 10 раз даст нам цену в 200 тысяч. Такая же ситуация была в прошлый раз, когда цена увеличилась с 1300 долларов до 200 тысяч, увеличившись, конечно, не в 20, а приблизительно в 15 раз. И даже раньше мы наблюдали такие движения в рамках бычьего рынка, поэтому цена в 200 тысяч долларов не выглядит такой невозможной, как может показаться сейчас. При уровне цены в 56 тысяч долларов за биткоин, его рыночная капитализация достигнет 1 триллиона долларов. При 110 тысячах долларов за биткоин, это будет 2 триллиона долларов, что, конечно, является весомой суммой, но при этом она составляет всего 25% от 8 триллионов долларов. И сейчас, когда вы наблюдаете рыночную капитализацию биткоина, равную 70 миллиардов долларов, это кажется каплей в море. Поймите, что у какой-нибудь средней компании из списка S&P рыночная капитализация равна примерно 50-70 миллиардов долларов. А ведь мы говорим всего лишь об одной компании, которая не входит даже в топ-30-40 списка S&P. И ее рыночная капитализация равна капитализации биткоина. Я думаю, что как только вы произведете переоценку ценностей, вы поймете, что мы все слишком долго были сосредоточены на номинальной цене биткоина. И это отталкивало нас от факта, что биткоин все еще очень сильно недооценен. Это происходило еще и потому, что со стороны средств массовой информации проявлялся огромный интерес по мере прохождения четырехлетних циклов. И также то, что наши умы зациклились на том, что цена в 20 тысяч долларов является высокой. Наконец, мы должны понять, что биткоин оценивался с самого его начала. Ладно, как я уже сказал, я оставлю ссылку на полный ролик в описании. Перейдите и посмотрите его до конца. Мы являемся ранними последователями и пользователями. И сейчас я занимаюсь накоплением позиций. Мне очень понравился вот этот комментарий под видеороликом. Он или она? Короче, пользователь написал. Я не понимаю, почему данный цикл не может быть более сжатым во времени по сравнению с прошлыми. Ведь в этом цикле мы имеем огромную осведомленность со стороны государств. Вся отрасль в состоянии развиваться с огромной скоростью. Деньги могут отправляться со скоростью электронного письма. Я искренне считаю, что последний цикл стал открытием глаз на все происходящее. Скажите, что вы считаете по этому поводу. И, кстати говоря, у меня такой же вопрос к вам. Пишите свои ответы в комментариях, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там выходят статьи, которые больше нигде не выходят. Ссылка на телеграм будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok